С этого момента полномочия по выдаче разрешительных документов, осуществлении архитектурно-строительного контроля, приемка в эксплуатацию, эти функции все будут переданы органам местного самоуправления. Согласно этого закона, местная власть сама будет выполнять разрешительные функции, контролировать строительство на своей территории. Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины оставляет за собой полномочия по контролю за строительством объектов, за территорией населенных пунктов, на нескольких административных единиц, и также там, где местная власть в силу различных причин не создает свой орган архитектурно-контроля. Я думаю, сейчас вас заполнит Алексей, может быть, есть какие-то у вас... По юридическим моментам у нас первая деятельность органа архитектурно-строительного контроля, но хотелось бы дополнить о том, что как любой орган государственной исполнительной власти, мы можем действовать только в том способе и как нам предписано действующим законодательством и нормативно-правовыми актами. То есть иногда создается впечатление и мнение людей о том, что государственная архитектурно-строительная инспекция может быть в каких-то моментах не совсем эффективно работает, не дорабатывает, не принимает какие-либо надлежащие меры. Очень много поступает, не очень много, но поступают жалобы на бездействие органов государственного архитектурно-строительного контроля. Но это связано исключительно с тем, что многие, в принципе, недопонимают функции, специфику и права, которые предоставлены архитектурно-строительным контролем и жалобу направляют нам относительно того, что фактически разрешение на размещение объектов строительства на определенных территориальных единицах, за межами на салонного пункта или в межах на салонного пункта выдают органы местного самоуправления путем выдачи градостроительных условий и ограничений, на основании которого уже разрабатывается проект, а инспекция архитектурно-строительного контроля осуществляет контроль за выполнением введения этих строительных работ на объекте. Поэтому принципиальное согласие на размещение объекта архитектуры изначально исходит от органов местного самоуправления. И когда в инспекцию обращаются прекратить строительство или запретить какие-либо проведения стройки и жалобы направляются исключительно в архитектурно-строительную инспекцию, а у застройщика есть принципиальное согласие органов местного самоуправления, разработан проект, утвержден в установленном законном порядке. И в данном случае в инспекции иногда бывают ограниченные права, потому что у нас нет полномочий оскорить выдачу градостроительных ограничений и условий, которые выдавала территориальная грамота. Потому что есть немножко разделение сфер влияния. Иногда недопонимание приводит, скажем так, к критике органов о стройконтроле. Также ограничены у нас немного права в том, что проверка... У нас есть положение о проведении проверки, проведение проверок, которое утверждено Кабинетом Министром номер 553, в котором четко сказано, что проверка объекта архитектуры проводится в присутствии застройщика. Если органы архитектурно-строительного контроля выходят на объект и там отсутствует собственник земли или собственник объекта или лицо, которое является заказчиком строительства, то в принципе все наши документы правового характера, которые составляются по результатам проверки, потом последующие могут быть признаны недействительными. Недобросовестные застройщики, которые не имеют даже разрешения на выполнение строительных работ, в инспекции отсутствует функция принудительного его поиска, доставления на объект, чтобы провести проверки. Здесь четко прописан механизм о том, что инспекция проводит проверок в присутствии органов местного самоуправления и милиции, после чего этот материал отправляется в милицию, чтобы милиция уже установила и доставила нам правонарушительную. Но, к сожалению, действующее законодательство у нас не совсем эффективно в этой части работает, потому что в милиции тоже отсутствуют правовые механизмы, чтобы поймать лицо и доставить нам его для проведения проверки. Поэтому к нам очень много поступает жалоб как со стороны лиц, которые пытаются, ну, чьи права нарушены, чтобы инспекция провела определенные действия, предусмотренные действующим законодательством, но лица, которые нарушают, тем самым тоже имеют совершенно законные юридические механизмы, уклоняются от ответственности. И поступает жалоба как с одной стороны, так и с другой стороны. Мы являемся заложником неэффективности действующего законодательства в части осуществления контроля. Так, у нас есть уже вопросы, микро. Да, если можно, Ирина Зазуля, новостной квартал «Город Икс», к Юлии Юрьевне вопрос. Вот вы сказали, что о строительной амнистии, если можно, насколько активно люди, харьковчане, начали в Западе, незаконные до этого? Это в мае, сейчас только как бы 19 июня. Ну, может, уже кто-то пришел. Ну, 4, только зашло сейчас 4. Это не только по городу Харькову, а и по области зашло сейчас 4 такие декларации. Что они хотят узаконить? В основном это все-таки индивидуальные жилые дома с хозяйственными постройками. То есть у людей существует приватизированный земельный участок. На них в эти годы, с 92-го по 11-й, были построены какие-то хорошее, сараи, пристройки, какие-то дома, мансарды. Ну, различные хозяйственные постройки. И люди хотят на них получить право собственности. Для того, чтобы получить право собственности, они сначала получают декларацию, согласно приказу, получают декларацию о готовности этих объектов к эксплуатации. И на основании этой декларации уже получают право собственности на свое имущество. И после этого они могут распоряжаться, как им удобно этим имуществом. Я так понимаю, о тех гаражах идет речь, которые возле нормальной этажа по настройке. Нет, 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 нет. Это индивидуальные жилые дома. Это частные дома. Да, да. А что с гаражами? Те, которые только находятся на территории индивидуального земельного деклара. А те, которые в гаражах находятся во дворах многоквартирных домов. Обязательным условием для принятия в эксплуатацию самовольно построенного объекта является наличие документов, удостоверяющего право собственности, а по пользованию земельного деклара. Да, то есть если у лица отсутствует правовой документ, предусмотренный действующим земельным законодательством, это или свидетельство, или договор аренды, или госакт о том, что он является собственником или пользователем земельного участка, он не может обратиться в инспекцию ГАЗ по упрощенной системе ввода в эксплуатацию самовольно построенных объектов. Потому что согласно нашего действующего законодательства, того же закона про регулирование мистебудивной деятельности, замовником будильництва у нас может быть властник, або користоваясь земельной декларой. Если это не является властником или користоваясь земельной декларой, то это не имеет права законовать любое строительство на этой земельной декларе. Это также предоставлена криминальная ответственность, как самовольный захват земельной деклары. Еще вопрос? Еще уточним, какие документы там что-то доставят. Пакет документов. Значит, заявление человек должен написать. И тут дальше идет разграничение. Если у нас индивидуальный жилой дом до 300 метров квадратных и хозпостройки до 100 метров квадратных, тогда он идет в ВТИ, заказывает паспорт ВТИ. В этом паспорте ВТИ ставится определенная отметка. Она определена вот этим 70-ти годовым приказом. Потом человек подает документ про наличие собственности на землю или договор о ренте, или то, что Алексей рассказал. И все. Если это больше, и это гражданские здания, и здания сельскохозяйственного назначения, то тогда в пакет документов еще входит техническое заключение о состоянии конструкции данных строений. То есть если еще нужно выполнить это, будет техническое заключение. А где оно берется? Оно не берется, оно выполняется специалистом, который имеет квалификационный сертификат специальным специалистом. Я правильно поняла? То есть была бы земля, если бы мы построили, даже если это дом. Даже если это двухэтажный дом, особняк. Его можно сейчас выливать? Да, можно. А в какую сумму это выливается? Ну, у нас в департаменте это все проходит бесплатно. И приказом предусмотрено, что никаких штрафных санкций не предусматриваются и за эксплуатацию, и за самовольное строительство. Мы еще раз говорю, года постройки с 92-й по 11-й. Ну, техническое заключение, безусловно, оно стоит, выполнение его стоит каких-то денег, но у нас специалистов с квалификационным сертификатом достаточно большое количество. И человек может, ну, это коммерческие... Ну, не в инспекции. И человек может заказать любого... Ну, хотя бы приблизительно, не знаете, в каких пределах вся эта процедура... Мы немножко готовы, но есть еще обязательное условие. Это получение справки от местной архитектуры, которая в городском совете, в сельском или поселковом, по соответствии этого объекта градостроительным нормам и месторасположения этого объекта, что оно не противоречит гражданным, универсальным нормам, да, правилам. Даже если это частный дом, в котором вы живете? Да, даже если вы живете частный дом, то есть у нас есть гражданские строительные нормы, которые регламентируют строительство, отступы, разрывы. И обязательно наличие справки по соответствии этим нормам. Какие требования доставляют органы местного самоуправления, их не специально пополномоченные органы, какие им нужно предоставить документы для получения этой справки, это уже регулируется исключительно этим местным органом. Там, возможно, могут быть и справки от МЧС, и СС о проведении каких-либо исследований, которые тоже могут быть как платными услугами. Поэтому вопрос по сумме, сколько это выливается, это немножко не по нашему профилю, потому что мы не являемся как юридическим конторой, которая оказывает юридические услуги. Не, ну понятно, может там просто люди говорили, «О, это я подрадил». Мы не пользуемся слухами, мы читаем только исключительно официальные статьи. То есть на местной все может застопориться. Да, абсолютно. И поэтому ставить вопрос в том, что это тормозит инспекция ГАСК или каким-то образом осуществляет, скажем так, ненадлежащим образом свои функции в части регистрации самостроя, очень много объектов возможно. Может быть растянуто во времени по оформлению вот этих вот справок по соответствии размещения этого объекта на оценальной отделянке, держать его нормам до правил. Скажите, если этот самострой будет легализован, то что? Человек может оформить на него правособственность. Документ о вводе в эксплуатацию является основанием для регистрации этого объекта по правособственности внесения его в государственный реестр при получении свидетельства о праве собственности на объект недвижимого имущества. Юридические операции человек должен сделать с этим, продавать, подарить, на существо было. Ну вот самостой нельзя ни продать, ни купить. Ну вот что же можно было как-то легализовать? Его можно было легализовать в принципе теоретически по решению суда. Но, скажем так, эта порочная практика решения судов о признании правособственности на объекты недвижимого имущества, ну, наверное, существует только в едином стране, как Украина, потому что ни одна цивилизованная страна в мире вообще в принципе не понимает, что такое самострой. И как цивилизованный человек может самостоятельно, без разрешения государства, без выполнения установленных в норму правил, что-то либо построить. Ну, ни одно государство не даст на это полномочия, потому что есть государства, которые осуществляют контроль за определенными сферами деятельности. У нас почему-то не выполнять законы гораздо моднее, чем их выполнить, ну, если, скажем так, быть таким, ну, таким примитивным, примитивным языком, вам сказать. Поэтому, потому что решение суда фактически убирает все государственные органы, которые принимают решение о размещении объекта. То есть заменяют сразу же и орган местного самоуправления, который дает разрешение. Сразу же, в принципе, выделение земли тоже по решению суда получается архитектурно-строительный контроль не должен осуществляться. То есть у нас в суде получается, в принципе, в данном случае одна осібная принимает решение, чтобы размещение ответственности и безопасности этого объекта. Скажите, пожалуйста, когда конечный срок этой амнистии? До 31 декабря 2015 года. До конца года. А как вы считаете, почему люди так неактивны? Наверное, неактивны. Это амнистия, это не первая же амнистия, это уже третья волна. Эта амнистия уже начиналась, она действовала в 13-м году, в 13-м году, по-моему. То есть это уже, это третий приказ о возможности легализовать. Это все, что не успел. Ну, совершенно верно, да. А что ГЛАСК в этой ситуации? Как ГЛАСК участвует? Я услышал СССР, БТИ, местный классик, а вы не можете делать. А через амнистия подается пакет документов, в который, я озвучила справка, входит в заявление, заполненная декларация о готовности этого объекта в эксплуатацию, или техническое заключение, в зависимости от того, от площади объекта, или без технического заключения паспорт вывели. И договор аренды, или договор аренды, или госсакт на землю, документ, который говорит о правах на земельный участок. Ну, копию или... Копию, вход на копию. Да, заверенные. Заверенные копии, заверенные. Какие сроки вы выдаёте обратного железа? В течение 10 дней. В 10 дней. Да, течение. И плюс это справка вот, о которой... Это справка нет. Нет, это справка, смотрите, если человек делает сейчас уже эти паспорт, БТИ, техническое заключение, то конкретно эта справка в инспекцию ГАСК не требуется. Эта справка, мы её только видим в штамп, это БТИ ставит штамп определённого образца, в котором есть строчка об этой справке. И если техническое заключение, то есть площадь объекта больше 300 метров, более 100 хозяйственных построек, то в техническом заключении, форма этого технического заключения тоже утверждена этим приказом, есть строчка с указанием данной справки, данного вот этого информационного письма. Вообще, в принципе, эту справку должен заказывать, выконавать технического обслеживания. Лицо, которое проводит техническое обследование, но должно заказать эту справку, после получения ответа о соответствии или несоответствии места рассташивания отсутствия объекта, он тогда может подписать и выдать техническое заключение о успешности его эксплуатации и о возможности его принятия в эксплуатации. У нас еще вопрос. Дмитрий Морцович, добрый день. Ну, первое, я хотел бы сказать, как я понимаю людей, мы общаемся, почему многие идут в суд, и вот первый мой вопрос бы конкретно этого, потому что право на землю оформить в нашем государстве, в частности в городе Харькове, это катастрофично сложно, это миллион органов, тысяча справок, и еще некоторые подводные камни, о которых говорят люди. Скажите, пожалуйста, как действовать тем, у кого нет никаких документов на землю? Это, в принципе, наверное, я думаю, 80% граждан. Как действовать им? Как им вестись в законное, легальное поле? Потому что они, кроме решения суда, пока ничего не видят, насколько я общаюсь с людьми, как им быть, что им делать. И второй вопрос, тоже, я думаю, очень интересный. Вот вы сказали, что подают декларацию через разрешительные центры. Какой процент отказа со стороны ГАСКО по этим декларациям? Есть ли такая статистика, как часто вы отказываете, как часто вы возвращаете документы на допрацевание, доработку и так далее? Так, давайте я со второго расскажу вам насчет землей. Значит, вот из 2135 дозрельных документов, у Вермута на допрацевание надо работать 334 декларации. А после повернания из этих 334, а может уже, ну, нет. А не повторно мы подавали? Нет, они могут подавать. Мы отправляем. Это общая статистика. В эту 334 может войти... Уже войти, которая не зарегистрирована. Это повторно. Это не зарегистрировано. А, не 334? Повернания на декларацию в основном, это из-за неправильного их заполнения. Это не то, что ГАСКО не зарегистрировали или не регистрируют. Просто в декларацию иногда вносятся некорректно данные, неправильно заполняются. Это могут быть и ошибки, как и орфографические, и описки. Допустим, неправильно указан номер квалификационного сертификата, которые не дают основания, то есть дают приставы для повернания, выключено для попрацевания. Это не то, что ГАСКО не хочет регистрировать или не регистрировать. После доопрацевания мы описываем причины, по которым мы отказываем полностью по каждому пункту и отправляем им в лицо. Повторно, когда нам подают... То есть мы описываем сразу, изначально, все причины, которые послужили отказом. У нас нет такого, что сейчас мы отказали по одной причине, нам ее прислали в том же виде заполненном, а мы ее нашли и отказали по другому. Нет такого нет. У нас исключительно описываются все основания для отказа. И если лицо их устраняет и подает нам заполненную правильную декларацию, то, в принципе, оснований для отказа у нас нет, и она регистрируется. Потому что реестр зарегистрированных деклараций, он есть онлайн, он открытый, есть доступ на сайте Держанно-архитектурно-будовольной инспекции Украины. Инспекция в данном случае заполняет форму, вносит определенные данные в реестр и получает номер от Держателя реестра с Киева, вписывает и ставит регистрационный номер. То есть, если лицо подает нам декларацию, которая не корректна, или не все графы заполнены, то инспектор дозренного отдела просто физически не может заполнить форму, чтобы ему присвоили этот номер. Поэтому прописываются полностью все причины отказа, и после устранения мы регистрируем. Что касается по поводу того, что самостроя, если человек самостоятельно построил земли, нет. У нас в заполнении четко прописано, что застройщиком может быть собственник, а пока расставать земельные отделяные. Если улицу не оформлено право собственности, а пока расставать земельные отделяные, он закрыт, но может выполнить дебюльные работы или распространение дебюдейки у Дениска. Поэтому, когда лицо осознанно нарушает действующее законодательство и идет на это, то государственный орган, ну, в моем понимании, который осуществляет контроль, ну, не должен ломать себе голову, а как ему потом, после нарушения действующего законодательства, что-либо зарегистрировать или о законе. Да, на уровне государственной политики у нас есть амнистия по строительству, которые были построены до 2011 года, начиная с 1992 года. Это связано с, ну, возможно, с очень сложным механизмом оформления строительства. С 2011 года, просто после принятия закона про регулирование местоподневной деятельности, очень упростилась процедура строительства, застройки, отсутствует согласование проектной документации СССР, СНЧС, нету никаких справок лишних, там, дополнительных, или еще какой-нибудь диагонотины. Есть градостроительные условия и ограничения, которые выдается органам местного самоуправления, что ты можешь на своей земельной делянке разместить тот или иной объект строительства. Заказчик заказывает проект у архитектора, который уже впоследствии несет ответственность на то, что этот объект отвечает пожарным, санитарным и иным нормам безопасности. Это уже проектант отвечает. То есть, в принципе, если с объектом какие-то вопросы будут возникнуть, это уже вопросы будут. Этот проектант тут, поэтому... То есть вариантов для человека нет. Ну, есть, не строить самоволь. Не, ну, вы поймите, я имею в виду тех, кто уже сделал. У нас 80% людей, которые обладают самовольными строениями, у них нет никаких... Есть механизм, есть механизм, который предусматривает оформление земли под самовольно-строительным объектом. Но это в городе Харькове. Есть положение про сборежение самовольно-строительного объекта. Лицо предоставляет определенный пакет документов. Городской совет. На сессии заседает комиссия, которая принимает решение о возможности сохранения самовольно-строенного объекта. И после того, как объект принято решение о сохранении самовольно-строенного объекта, Лицо может оформить под ним землю. И если он под ним оформит землю, то есть у него уже будет документ, то он может обратиться в инспекцию ГАС для регистрации и декларации самовольно-строенного объекта. У меня, можно, вопрос Дмитрия касался, я так понимаю, больше населения или предприятий тоже? Ну, в основном, конечно, физические. А у меня, я вот хотела бы у вас спросить по поводу предприятий, потому что есть такие предприятия, как газовая компания, энергокомпания, у которых есть коммуникации, которые тоже, по всей видимости, согласовываются с вами. Да, вот оформление земли под их установками, опорами, как это происходит или... Это, ну, мы не занимаемся, но это четко, абсолютно полностью прописано действующим законодательством. Есть договора аренды, есть договора суперфиции. Договор суперфиции подразумевает подстроить получение земельной глянки исключительно на период строительства. Вот тебе выделили землю, ты на нем построился, а после этого ты можешь уже или осуществить выкуп этой земли под этим объектом, или заключить договор аренды на обслуживание построенного объекта. Также есть договора сервитутов, которые заключаются уже с собственниками. То есть, если прокладывается газопровод, он может идти по нескольким земельным делам. То есть, если собственник земли, у которого оформлен ГОСАКТ, не возражает против прохождения, допустим, этого газопровода по его территории, то эта газовая структура может заключить договор на том, что по этой участке уходят его газопровод. Поэтому, в принципе, все прописано и в реке. Просто дело в том, что если уже размещен объект, то по некоторым ценным элементам нельзя провести высокого давления газ, потому что это уже тогда нарушит права этого построенного объекта. Уже они не могут быть, допустим, по пожарным или каким-то нормам, нарушать и эти моменты. То есть, я вот немножко докажу, да, в контексте, почему я интересовался. Мы были позавчера на украинско-шведском форуме, люди задавали вопрос, это важно для инвестклимата, ведь у нас в Украине пока, насколько я знаю, нет института выделения свободной земли. То есть, аукционы, в связи с тем, моменты не решены. Поэтому, если человек хочет что-то построить и получить под него свободную землю, вложив в нашу страну, он фактически этого сделать не может. А украинцы идут по другому пути. Но это в контексте дополнительных, причем не интересовало. Можно следующий вопрос? А я, да, я хочу, позвольте, да. То, что еще люди вот здесь вот нам пишут и обращаются, вы можете рассказать максимально эффективный механизм? Вот сейчас вспыхивает часто такое, когда люди начинают вот безвседельно самовольное строительство. Вот прямо сейчас там пишет человек, спрашивает, вот просто человек взял и вынес свой забор на метр тротуара. Вот и просто в наглость, вот милиция его не останавливает, его никто не останавливает. Такие же объекты есть в целях. Дим, уже об этом говорили, что достаточно сложно взять за руку и привезти в милицию. То есть нам оборудование решит? А если это самовольный захват земли, ведь это уголовная выполнение? Дим, Дим, это не... Давайте, следующий вопрос. Да, да, да. 28 июня, упрощенные правила лицензирования строительства. Насколько я поняла, лицензироваться будут только объекты 4-5 степени сложности. Что это за объекты и как это отразится вообще на безопасности в Чуджеве? Ну, застоит, да. Департаментом мы не занимаемся, мы не выдаем лицензии. Выдают лицензии Государственная архитектурная строительная инспекция Украины. Лицензии департамент в Казахстанской области как территориально не выдают. На сегодняшний день существуют лицензии и должны иметь строительные организации, которые выполняют строительные работы на объектах 4-5 категории. Лицензирование проектных организаций на сегодняшний день вообще не предусмотрено. Алексей Валерьевич ответил о том, что проект выполняет у нас человек, специалист, который имеет квалификационный сертификат. То есть на сегодняшний день вот так. Для проектирования лицензию получать не нужно. Так а в чем новшество? Ну, почитайте закон. Но новшества нет. Дело в том, что лицензирование объектов 4-5 категории, но изменение порядка лицензирования было еще с 2012 года. То есть на данный момент это не новое, это с 2012 года. То есть объекты первой, второй и третьей категории строительства, грубо говоря, языком, могут строить у нас гастробайтер. И это не запрещено действующим законодательством. Чтобы вы понимали, объект третьей категории это 9-этажный дом на один подъезд. На один-два подъезда это объект третьей категории. Поэтому наличие организаций, которые имеют лицензию и штат квалифицированных сотрудников, у нас сейчас, поэтому я говорю, что строительная сфера на данный момент очень упрощена. Поэтому строится, у нас сейчас... Так, у вас еще один вопрос, да, последний. Есть ли прогноз по угоду в эксплуатацию жилья многоквартирных домов? Ну, есть. Есть, но как бы мы не совсем можем это спрогнозировать, ну, где-то около, ну, думаю, что где-то будет около 200-230. Это многоквартирные? А, нет, нет, всего. Всего. А многоквартирные дома? Ну, многоквартирные дома... Как строятся инвестиционные... Где мама? Ну, ну, 150-160 тысяч. это я все говорю пока... Это квадратный метр? Да, да, жилья. 160 тысяч, это сколько? Я вам сейчас расскажу. Я вам сейчас все расскажу. Да, спасибо большое за подробные и струкшие комментарии. Да.